Вот здесь животное. Джема, Фарида, ее номер. Кто бы мог подумать еще 10 лет назад, что сельское хозяйство так прочно будет связано с инновациями. Информация о каждой буренке, а их здесь более тысячи, отслеживается онлайн в специальной системе. У каждой коровы в ухе чип. Он и помогает распознавать животное. Мы за животным следим полностью. Здоровье животного, молокоотдача, скорость молокоотдачи, общий надой животного. Мы животное ведем с рождения, как только теленок появился на свет. Условия на кубанской ферме действительно ничуть не хуже, чем на европейских. Для коров все самое лучшее. Современный доильный зал, выгульные базы и даже меню специальное. Ферма «Хуторок» в Новокубанском районе предприятие хоть и старейшее, но идет в ногу со временем. За последние три года здесь построили новый молочный комплекс и модернизировали оборудование. Сегодня губернатор не случайно в числе первых посетил именно это предприятие. По производству молока хозяйство занимает первое место в районе. Вениамин Кондратьев уверен, на базе комплекса нужно проводить мастер-классы для фермеров из других районов. Это и есть образец современного сельского хозяйства. Руководству удалось не только построить успешный бизнес, но и повысить уровень жизни целого села. 35 лет – средний этот возраст наших рабочих. Вот о чем мы говорим. 54 тысячи – средняя зарплата за прошлый год. Это небывалая зарплата для села. Небывалая. Она здесь реальная. Вот мы говорим, что нужно молодежи на селе. Стабильность нужна. Рабочие места нужны. Уверенные завтрашние дни. Вот здесь мы находимся. Вот здесь он все это обеспечивает. Но хозяин, строительство ферм, он же сам же и строил. И отсюда тоже экономика складывается. Если бы заказал бы, обошлось бы дороже в десятки раз. Он даже кредиты в банки не берет. За счет того, что делает себестоимость ниже, за счет того, что сам подрядчик, сам заказчик. Вот такой подход сегодня нужен для того, чтобы экономика на селе получалась. В районе могут похвастаться не только высокими надоями молока, но и его переработкой. Глава региона посетил местный комбинат, где производят кефир, сметану, творог и йогурт. В прошлом году здесь произвели более полутора тысяч тонн продукции. Вкус ряженки, сливок и мацони местные жители уже распробовали. На очереди кубанский сыр. Ниша, и в том числе сыров, она достаточно плотно сегодня. Друг друга даже притирает и подталкивает. Но качественный сыр он всегда найдет в своего покупателя. Всегда. Если сегодня мы говорим, а вы об этом видите с гордостью, что у вас качественный сыр, на самом деле из настоящего натурального молока, притом молока нашего, кубанского, от наших коров, то безумно качество его будет высочайшее. Поэтому я уверен, что здесь даже грамотная маркетинговая политика, грамотное продвижение, где мы готовы помочь. Я уверен, что вот платье в горошу, оно завтра может обеспечить большую составляющую молочки. Ваши, в том числе сыров, на полках, по крайней мере, наших, кубанских, а может быть и российских магазинов. Абсолютно важно, правильно. Полочь нам не помешала бы. Экономику района в основном формирует сельское хозяйство. Однако весомая доля приходится и на промышленность. Еще один бренд, узнаваемый жителями края – новокубанский кирпич. Более 70 миллионов штук в год производят на заводе керамических стеновых материалов. На строительном рынке предприятие работает уже более 30 лет. Важно подстраиваться под спрос потребителей и постоянно повышать качество продукции, отметил губернатор. Я помню еще из своей юности, что новокубанский кирпич – это было нечто престижным, если из него построен дом. То есть, так и говорили, дом новокубанского кирпича. А сколько сегодня вы можете констатировать, что рынок и по какой части он ваш? По крайней мере, наша уверенность в нынешнее время удается удерживать за счет качества. Это геометрия. Все строители относятся к тем, которые работают, прикладки с другими видами продукции. Они дают предпочтение зачастую нашей продукции. Это геометрия его качества, помарочности, водопоглощение. Соотношение цены и качества на рынке. Как вы оцениваете? Мы оцениваем, что мы качество выше именно этой продукции, цена ниже. Цена доступна. Цена доступна. Если удается добиваться отношения цены и качества, вы имеете устойчивую экономику предприятия, уверенную идущую завтра. Сегодня важно не отставать от проса, а чувствовать сегодня конъюнктуру рынка, подстраиваться, где-то даже идти на опережение. Экономика района должна качественно отражаться на комфорте жизни селян. Однако, как и пять лет назад, муниципалитет находится в группе с уровнем развития ниже среднего. Каждое второе обращение к губернатору от местных жителей – это проблемы ЖКХ. Один из больных вопросов – строительство мусорного полигона в станице Советской. С этой темы свое обращение к новокубанцам и начинает губернатор. Решение уже есть. Полигон совместно с мусоросортировочным комплексом возведут вдали от всех населенных пунктов, в том числе вдали от станицы. Участок уже подобран. Людей также беспокоят частые перебои с водой. Сразу в нескольких поселениях люди жалуются на изношенные сети и отсутствие скважин. Бюджета района хватает только на текущий ремонт. Решить вопрос с одним проектом – реконструкции водозабора – можно, но для этого нужно успеть попасть в федеральную программу. Практически около 40% жалоб – это проблема с водоснабжением. Но проблема самая главная – это реконструкция водозабора. У нас есть федеральный проект «Чистая вода». У вас проектная документация к ней или в целом готова по программе «Чистая вода», чтобы вы могли успеть заскочить в эту федеральную программу. Мы подготовили проект, чтобы вступить в программу «Чистая вода», федеральный проект на 67 миллионов рублей. Сейчас в экспертизе, ждем в апреле выхода. Здесь у нас Евгений Владимирович Зименко. Вот, посмотрите, еще не поздно, я думаю, еще не поздно, эту ситуацию с водозабором под свой контроль. 140 миллионов для реализации этого проекта – это практически весь проект. Потому что, по моим данным, предварительно на водозаборы нужно всего 150 миллионов. А если в программу попадают 140 миллионов, они уже получают федеральных денег. Вот и результат. Поэтому я вас прошу здесь подключиться, взять под контроль, чтобы они успели пройти экспертизу, надеюсь, что они успеют пройти, и попасть в федеральную программу. Работу руководителя муниципалитета Вениамин Кондратьев оценил удовлетворительно. Но главе района нужно быть активнее, чтобы решить острые проблемы в муниципалитете. В том числе, максимально использовать возможности возводить школы и стадионы на условиях софинансирования. Сегодня муниципалитет слабо участвует в краевых и федеральных программах. Сегодня есть результат. Но я хочу, чтобы он был больше. Поэтому я и требую зарабатывать. От всех. То есть власть – это не чиновник, это менеджеры. Менеджеры, которые должны чувствовать, ощущать, понимать, каким образом распорядиться грамотно бюджетом. Потому что бюджет – это основные инвестиционные возможности власти и муниципальной, и краевой. Есть деньги в бюджете. Есть деньги на то, о чем я говорю. Теперь выбирайте их. Теперь интегрируйте деньги, которые мы заработали, в реальный результат в жизни. В реальные школы, детские сады, дороги, тротуары. Это надо интегрировать, строить спортивный комплекс. Вот что нужно сегодня делать. Выбирать эти деньги. Мы сегодня достаточно активно администрация Новокубанского района. И Андрей Владимирович, то есть его команда активно. Ну, надо еще больше. Потому что очень много еще проблем. И их надо решать. А бесплатно мы их не решим. Быть активнее – основной посыл и к местной власти, и к жителям. Глава края уверен, что у района есть все возможности вырваться в лидеры по экономическим показателям. Тогда и социальных проблем станет гораздо меньше. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.